Всем привет, с вами Адрей Чент, и да, это новый выпуск Беременная в 16, у нас новая героиня. Буду благодарен за лайк, вам не сложно, мне очень приятно, не забывайте заглядывать на мой второй канал, там тоже выходят реакции на другие шоу. Ну что, вы готовы? Давайте начинать! Поехали! Привет, меня зовут Сабина, мне 17 лет, и я живу в городе Таганрог. Сложно описать себя одним словом, я бываю очень милой, а бываю противной и злой. В общем, я очень эмоциональная. О свой характере я могу описать как добрый, милый, но больше такой дерзкий. Добрый, дерзкий характер. Куда ты собралась? На улицу, мне девушка. Смотри, на улице, я тебя попросила, ты Аминку покормила? Мам, бегу и падаю, отстань, говорю. Добрый, милый, я тебе сказала, блядь. Так смотри, давай, блядь. Вообще сюда не лезть, как смотри. Ты рот закрыла, вообще голову сушишь из уши. Поехали, так молчите. Сабина, она... Начало. У меня добрый, милый характер, блядь. Ты сидела там? Очень эмоциональная девочка, взрывная девочка, очень импульсивная. Видимо, из-за такого переменчивого характера и жизнь у меня складывается очень разнообразно. В Таганроге я живу недавно. Родилась я в городе Саранск и жила в нем до 15 лет. Саранск я люблю, потому что город неплохой, красивый, и там живет вся моя родня. Мою маму зовут Альбина Исмаиловна. А, она на дому стрижет. Ей 37 лет. Она работает парикмахером на дому и зарабатывает 30 тысяч рублей в месяц. До этого она работала вроде 10 лет руководителем магазина. А моего папу зовут Альберт Рафикович. Ему 40 лет, и он разнорабочий. Сейчас зарабатывает около 40 тысяч рублей в месяц. В моем детстве родители очень часто ссорились. Мы кричали на друг друга, сильно ругались. Спрашивала, говорит, можно я мамку убью? Говорит, а что, только благодаря тебе мама сейчас жива? Когда мне было 5, они решили развестись. Но оказалось, что мама беременна моей сестрой Аминой. Перед родами мы уже решили дать еще один шанс с нашим отношениям и помирились. Но вскоре за глупую драку по пьяни с кем-то во дворе папу посадили в тюрьму на год. Я очень-то скучала тоже по папе. Я у мамы каждый день спрашивала, где папа, когда он позвонит. Из тюрьмы он вышел совсем другим человеком. Родители все-таки развелись. Папа уехал в Москву, а мама встретила другого мужчину. СМС-ку отправила и сказала, все, у нас все закончилось, я нашла другого, все, больше не звони мне. Я познакомилась с Сергеем. У нас как-то все так очень скоротечно получилось, что через две недели мы уже решили сойтись и жить вместе. Мама очень скоро вышла за Сергея замуж. Ему 48 лет. Он работает установщиком кондиционеров. Зарабатывает 70 тысяч рублей в месяц. После свадьбы мама переехала к нему жить вместе со мной и моей младшей сестрой Аминой. Ей сейчас девять. А вскоре у мамы и отчима родился мой брат Владик. Сейчас ему три. Жить все вместе мне не нравилось. Все, пока, слой. В смысле пока? Ты куда собралась? У меня друзья ждут на улицу. А я тебя отпускала? Что ты куда-то собираешься? А что, у нас какие-то дел много или что? Полно. Сейчас папа с работы придет. Она сколько раз говорила, что он мне не папа. Сабин, ну прекратил уже. Ну и пускай живем. Все, мам, короче, давай. Я не хочу это слушать. Вернись назад. Я кому сказала? Не, ну видно и мама. Характер в маму. Полный. С мамой мы начали часто ругаться, потому что вот тет Сергей начал ей там высказывать вот моего поведения. И мама постоянно высказывала это мне. И в этих конфликтных ситуациях мама принимала больше сторону Сергея. Отчим жестко взялся меня воспитывать и следить за учебой. А меня это бесило, потому что он мне никто. Бывали случаи, когда он заставлял меня делать уроки и до 7 утра. То есть я не спала вообще всю ночь, а потом просто шла на учебу. Сейчас быстро проснется. Подъем! Вы что, ненормальны, что ли? Какой-то. Я согласен. Если так реально, то это... Что-то совсем. Что случилось? Посмотри, что твой муженек сделал нормально. Сабин, он пытался тебя разбудить. Заходит такой с локтя в нос. Сабин, он пытался тебя разбудить. Тебе раз сказала, два сказала. Ты не понимаешь. Не понимаешь. Почему ты только его всегда защищаешь? Скажи, что еще он не прав. Нет, не прав. Он меня водой обливает. Он мне кто? Он мне никто. Сабин, в смысле никто? Мы живем у него в доме. Хорошо, если это его дом, его правила. Я не хочу тут жить. Я поеду к папе тогда в Москву. К папе поедешь? Да, к папе поедешь. Ну и езжай, который для тебя ничего абсолютно не сделал. Иди, езжай. Ничего обидно, что она часто становится на его сторону, а не на мою. Обычно говорят, что дети должны быть на первом месте. Но не в этой ситуации, видимо. Тот случай с холодной водой я простить не смогла. Собрала свои вещи и ушла жить к подруге, где мы тусили каждую ночь. И там я познакомилась. Я поняла, что это последняя капля, что я с ней не справляюсь. И Сергей тоже. Я позвонила ее отцу и попросила забрать ее на лето. Для меня это было предательство, что мама выбрала новую семью. Когда первые эмоции ушли, я поняла, что в Москве будет даже лучше. Ну, папа, мне кажется, не будет меня так контролировать, как мама. Она вначале себя вела очень хорошо. Познакомилась с подружками, на ней ходили гулять. Подружками стали мои новые сокурсницы. Я решила не возвращаться в Саранск и поступила в колледж на Портнова. И почти сразу встретила его. Мы с подругой попали под ливень и решили переждать под навесом. Жесть вообще. Ну и погодка. Также спасался от дождя и незнакомый парень. У меня нет таких, кто тромок. Как погодка вам? Супер. Вот и лето. Простой, улыбчивый. Он показался мне симпатичным. Красивый парень. Он был в хорошем телосложении. Сразу не подглянулся. Мы так долго смотрели друг на друга. Я просто не думал, что настолько все далеко зайдет. Ну, просто я... Вообще мы познакомились. Я думал, ну так, погуляем. Я не знаю. Его зовут Максим. Ему 22 года. Он родился в городе Таганрог. Окончил 9 класс и со временем уехал в Москву в поисках работы. Уже через несколько недель после знакомства он предложил жить у него. С одной стороны, меня как бы это возмущило. Но с другой стороны, как бы понравилось все, что такой наглый, дерзкий. Я честно рассказал о папе, что хочу съехаться с парнем. Хотя и я, и Максим не знали, как он отреагирует. Было так стремновато, как он отреагирует на самом деле на меня. Ну, познакомились. Ну что, Канц, у вас делишки-то вообще... Да нормально пойдет, что. Нервно. Потихонечку. Не лгаетесь? Да нет, мы пара не лгаетесь. Не, не лгаетесь. Так бывает чуть-чуть. Как и у всех, в принципе. Как у всех. А то она меня лупанет. Да, а то она меня лупанет. Блядь. Как все, ну это, ну... Что, разве... Покажите мне людей, которые друг друга вместе в семье не лупасят. Брэшите. Все бьются. Опять она меня лупанет. Они так очень сильно влюбились друг в друга. Максим... Что ж лупят друг друга? Он мне показался очень хорошим человеком. И он очень добрый, спокойный. Так мы с Максом начали жить вместе. Он работал продавцом в магазине алкогольных напитков. Всегда дома было что попить. И снимал квартиру. Зарабатывал 40 тысяч рублей в месяц. Мама Макса, Лидия Николаевна, осталась в Таганроге. Ей 55 лет. Она уже на пенсии. А это 10 тысяч рублей в месяц. Также она подрабатывает таксисткой. И зарабатывает еще около 30 тысяч. А с папой Максим не общается. Потому что он ушел в другую семью почти сразу после рождения Макса. С отцом Максима мы расстались, когда Максиму было 5 лет. Была как-то ситуация. В магазине они увиделись. И Максим хотел его просто поцеловать. Он похлопал ему по плечу и сказал, как бы, сынок, держись, мужчина не целуется. С Максом было весело жить. Мы постоянно тусовались с его друзьями. Все его друзья были старше меня. И мне нравилось, что они принимали 16-летнюю как равную. Ссорились за эти моменты вообще? У нас даже уже до рукоприкласса доходило. Есть чем гордиться просто. Она меня кошмарила. У меня на лбу руку такой вылез. Она, прикинь, она подходит... Это у меня на лбу, у меня до сих пор такая шишка состоится. А подходит, берет меня вот так за волосы. Вот так с лба мне на... Это любовь. Блин, че, просто, бля... Мне нравится вначале. Я добрая, милая. Вырубила. Просто... А потом берет еще... А, с локтя. С локтя мне почти слухим. Это любовь. Это нежная, сладка. Ребят, ну... Вы, конечно, друг друга стоите. Но меня напрягало, что Максим каждый вечер напивался. Из-за алкоголя он спокойно мог проспать работу и не парился. Но оказалось, что так беззаботно он относится не только к работе, но и к нашим отношениям. Например, он постоянно переписывался с бывшей, но клялся, что не видится. У насмерть? Ну, нет. Что за кофта? Задолбался я. В смысле, что за кофта моя? Ты не в этой кофте уходил? А, Семен, что ты гонишь-то? Ты что, угораешь? Почему она воняет духами? Максим, понюхай на! Где ты был? На работе. На какой работе? Почему таблка совсем не пахнет? Еще сообщения какие-то приходят. А, Юля тебе пишет. Тогда жду, да я дома целый день. Буду тебя ждать. Окей, понял. Вчера ночью было супер. Не хочешь сегодня повторить? Вчера ночью было супер. Не хочешь сегодня повторить? Ты читаешь, дай телефон. Не хочешь повторить? Сейчас она такая, мона, одесса. На! Хочет тебя было супер или что? Я не понимаю. Слать тебя, слать тебя. Сейчас. Ты вообще с*** какого? С*** все. А я тебя сейчас хватала за руку или что? Приходишь, ты в чужих кофтах. Ночь у тебя была супер. Тебе нормально вообще? Да, нормально. Нормально тебе? Расстаемся, да? О, сука. Жесть. Вот это леди прям. Думаю, за горло взяла. Это, знаете, это как бывает, чихуахуа бросаются на больших бойцовских собак. Вообще, типа, они не чувствуют этого страха, типа, отбиты полностью, типа, ау-ау-ау-ау. Конечно, единственное, что потом собачка потом... Ну, то же самое. А, х** просто. Когда я поняла, что он встречается с своей бывшей, мне захотелось... Встречается? Судя по всему, не встречается, а спит с ней. Не, они ночью пили чай. И общались о погоде. О магнитных бурях. Потому что он мучился, горел в аду, не знаю. Я не ожидала такого предательства, и на следующий день я уехала к папе. Макс звонил, писал, извинялся, но я не отвечала. А чего подписан любимый, а не козел? Начал думать, да, начал размышлять, что можно придумать, как извиниться. Но так, чтобы она меня точно простила. Решил взять у друга костюм зайчика. Как извиниться так, чтобы она простила? Сделать предложение, подарить айфон, кольцо. Банально. Костюм зайчика. А и поскакал с извинениями. Сабин, подожди. Костюм зайчика. Иди отсюда, господи. Ты что, как клоун оделся какой-то? В смысле клоун? Я поговорить с тобой хочу. Я зайчик. Что? Я понимаю, что я очень сильно, дико накосячил. Я прошу тебя прощения. Но я обещаю больше такого никогда не повториться. Прости меня, пожалуйста. Я огнем. Целовать не буду. Зайчик. Не буду. Морковка. Нет? У меня большая морковка у себя есть. Ну и все, прости, пожалуйста. Не хочу тебя потерять. Хочу семью с тобой. Да. Очень хочу. Ну вот, если будешь так живет, то он будет ничего. Я понимаю то, что я Макса очень сильно влюбилась. И очень сильно к нему привязалась. И не готова рвать с ним отношения. Я простила Макса и вернулась к нему жить. Но теперь ему точно придется забыть всех бывших. Ну, потому что беременна. Наши отношения с Максом налаживаются. Папа принял мое решение просить Максима и очень поддерживает нас. С Абинки он очень подходит, Максим. Они уже друг без друга не могут жить. О маме я про Максима еще не рассказала. Говорю ей всегда одно и то же. Я у подруги. Только учусь. И продолжаю жить с папой. Но однажды она не вовремя позвонила. Привет. Привет. Как дела? Так, Сабина, я что-то не пойму. Ты где? Ты не дома, что ли? Что-то все на каких-то... Сабина, там это... О, мама. Это кто там такой? А ты что в трусах? Что-то я не пойму. Ты что в трусах? А не без трусов. Знакомься. Это Макс. Ладно, вы общайтесь. Я в трусах. Вы общайтесь. Я пойду. Я пойду завтрак приготовлю. А как давно ты ночуешь в этой квартире? Два месяца. Что? Раз ты уехала к отцу и он такое допустил, значит, ты возвращаешься обратно в Сарамск. Нет, ты не поедешь. Я не поеду никуда без Максима. Почему ты никуда не поедешь? Потому что я его люблю. Я не поеду никуда без него. Тогда бери его и приезжайте вместе. Ты здесь хотя бы под моим контролем будешь? Какой-то необдуманный поступок и ответственностью здесь вообще не пахнет. Естественно, я против и сказала, чтобы она приехала назад домой. Мама серьезно настроена забрать меня к себе. Нужно как-то уговорить Макса переехать в Саранск вдвоем. Иначе мы больше не увидимся. То есть у нас есть выбор. Либо мы вдвоем в Саранске вместе, либо мы раздельно. Все равно, я не знаю. Если хочешь быть вместе, то надо ехать туда. Но я не хочу туда ехать. Вообще не хочу. Не для этого с Таганрогом в Москву ехал, чтобы сейчас опять в какой-то Саранск ехать. Я даже не знаю, где это, что это. Ну а что делать? А с Вась тогда в Москве я поеду одна в Саранск. Нет, Собяна, одна точно не поедешь. Это вообще не вариант. Мама у меня приезжает, тебе про это. Серьезно так? Ну серьезно так, а как? Слушай, ну давай пока у меня выходные съездим в Саранск. Познакомимся поближе с мамой твоей. Какой Саранск вообще? Что за бред? Но я все-таки думаю, что получится маму болтать. Я рада, что Макс согласился поехать в Саранск. Потому что его московские друзья меня уже конкретно бесят. Из-за их посиделок он часто просыпает работу. Это моя стихия, так сказать. Потом он меня уволил. Все навалилось. Еще я снова спалила Макса на переписке с бывшей. Она до сих пор высылает ему интимные фото. Говорит, смотри, как я накачал ***. Я говорю, ***, все минки лучше. Я понимаю, их связь не кончится. Пока Макс и бывшая живут рядом. Мы окончательно решили переехать в Саранск. Я уже начала смотреть это с положительной стороны. Потому что там не будет рядом Юля. В колледже я перешла на заочное отделение. И мы с Максом собрали вещи и уехали в Саранск. И тут наши мамы словно сорвались. Моя постоянно держит нас под присмотром. Поселила в свою старую квартиру. Макса пристроила к отчему в помощники. А мама Максима, кажется, звон говорит, что мы должны ехать к ней в Таганрог. Привет. О, привет. Как там? Как в Саранске? Что, какие-то вопросы? Пока непонятно. Ну, Сергей Макс. Ну, так по лицу, если честно, видно, что мама тоже использует магию воды. Ну, у меня такое впечатление, что женщина любит напитки по Крепче. Пишался с отчимом Сабиной. Ну, он холодильниками пенсионерами занимается. Установка, там, ремонт. Может, тоже в алкомаркете работает. Попробовать можно. Я не знаю вообще, чего вы так решили. Может, надо было в Таганрог сразу? В принципе, здесь море, климат, тепло. Ну, как бы лучше. Я думаю, работы побольше. Ну, не знаю. Пока что... Пока тут, по-моему. Ребята, смотрите, если чего, с моей стороны помощь будет сто процентов. Ну, мне хотелось бы, конечно, чтобы сын приехал ко мне поближе с Сабиной. В то же время я понимала, что ее родители ее не отпустят, как бы. Я и сама уже начинаю сомневаться по поводу Саранска. Как только я познакомила Макса со своей старой компанией, он начал пить, как не в себя. Но в Москву, я понимаю, мы тоже уже не вернемся. Потому что там бывшая. На себя отдыхни. А чего тебе не нравится? На себя отдыхни. Чего тебе не нравится? Взгляд твой пьяный мне не нравится. Ну, обычный взгляд. Необычный взгляд. Абсолютно обычный взгляд. Это любовь. Хочешь запахать на одежде твоей оставить? Чё, ты чё делаешь? Ты чё делаешь? Слышь? Вот это любовь просто. Вот это высокие отношения. А ну, успокойся. Сядь, посиди, посиди, успокойся. Успокойся, сядь. Чего ты руки распускалишь? Сядь, отдохни. Ты меня не дергай, я сказала. Ребят, да хватит. Ну, как сидели, отдыхали. Учего? Тебя может тоже облить, слышишь? А? Сядь туда, при***й. Остановитесь. Не плакал, сказал меня. Не плакал, сказал меня. Пошли отсюда. Мысли с... Мама позвонила, надо домой ехать. Своя свежая. Я говорю, положи пиво. От меня, слышишь? Пиво положи, говорю. Сядь, успокойся, на диван. Посиди. Мне звонят соседи и говорят о том, что у нас в квартире какая-то туса. Все орут. Естественно, я сажусь и еду туда. Вы понимаете, что на вас уже полицию вызвали? Да и п***ь на полицию. Ну, в смысле п***ь? Соседи вызвали. Вы понимаете, что у вас здесь гулянки, орёте. Из квартиры гадюшник какой-то вообще сделали. Вы что творите? Тихо. Вот это вот уберите отсюда, быстро. Чего толкаешься? Ничего. Полиции объясняют, что у нас был детский праздник. Детский праздник. Стараюсь как-то сделать так, чтобы они не зашли в комнату и не увидели всю ту картину, которая там была. Но они мне поверили, ушли. Вы что творите? Вы когда начнете думать своей головой? Меня напрягает постоянный контроль мамы. Мне кажется, что это нас специально вызвало полицию, чтобы показать, кто здесь главный. Когда она наконец поймёт, что я уже взрослая. Я беременна. Я действительно уже не маленькая. Потому что мы с Максом давно занимаемся любовью и никогда не предохраняемся. Да зачем? Это только дебилы предохраняются. А ну, все. Как бы с самого начала, можно сказать, знакомство. Я настаивал на ребёнке. Я сразу почувствовал, что это мой человек. Я хочу с ней будущего. То есть ты тупо чувак целенаправл. А она что? А она не знала, откуда дети появляются. Скапу. Хочу видеть продолжение своего и её рода в нашем малыше. Огурцы с чаем. Да? Вкусненькие. Блин, что ли? Ну ты, не дай бог, сплю. В смысле? А что ты так реагируешь? А то куда сейчас ребёнка? Ну, а что нет? Я, в принципе, хочу. Я готов. А обеспечивать как ты его будешь? Тем более мне ещё отучиться надо. Дядя тебе, у меня ребёнок в 16 лет. Ну, мне тоже нет. Мне нравится. Она задумывается об этом. Такая, зачем мне ребёнок в 16 лет? Мы занимаемся сексом без презерватива и всего этого. Зачем мне ребёнок в 16 лет? Согласен. Я 16. Давно. С одной стороны, мне это зальстит, что он как бы хочет детей. Но с другой стороны, меня это пугает, потому что мамой я в 16 лет становиться не готова. Однако через две недели жизни в Саранске я поняла, что у меня задержка. Я испугалась. И пока не сделала тест, ничего не говорила Максиму. Что это такое? Ну, ты не видишь, что это такое? Где полоски? Да. Это что? Это что? Ну, блядь. Просто какие-то две полоски. Не знаю. Может быть, завтра ждёт успех. Держи. Присядь. Чё ты плачешь? Я посмотрю. У меня мандраж. Руки дрожат. Смотри. Я в шоке. Серьёзно? Беременна, Савин? Нет, это правда. Ты же был готов к этому. Ты готов. Я очень радость переполняет. Слушай, это круто очень. Чё ты плачешь? Ну, у меня шок, что я плачусь. А, ладно, шок. Счастье какой. Савин. Малыш мой. Я очень счастлив. Ты умничка у меня. Там же жизнь. Масенькая жизнь уже. Ты моя лапочка. Мой задник. Очень люблю тебя. Идём помахаемся. Ну, если не плавать, чё плачешь? Слёзы радости у тебя? Угу. Да? Сейчас он плакать буду. Прекрати. У меня просто ноги отнялись. Руки вот так вот идут. Да ладно, неужели? Ну, на самом деле, хотелось. Я вижу эти две полоски. Я просто в шоке. Потому что я не готова стать мамой в 16 лет. Но больше всего я боюсь реакции родителей. И ты об этом подумала сейчас. Хотя мамину я могу угадать заранее. Потому что она говорила нам с Максом, что до 18 лет, если там Сабина забеременеет, то я его там бошки откручу. Именно бошки откручу. Поэтому я решила позвонить. Ни разу не видел, конечно, эту картину, когда такая забеременела мать. Такая, ну, я говорила, вставай. Такая. Первый готов. Второй, давай, подходи. Ни разу не видел, чтобы бошкой откручивали, честно. Слышать слышал. А вот если у кого-то есть информация, скажите. Интересно просто. Сначала папе. Я и начал. Так, урок от себя делаю. Хорошо. Я беременна. Пап. У тебя проблемы с интернетом? Нет. Наш сердце, сердце уже заболело. Сердце заболело. Это потому, что еще молодая дочь. Маленькая. Так что я очень сильно с тебя переживаю, дочь. Очень сильно. Ну, и куда деваться? Справимся? Справимся. Как-нибудь, да, справимся. Ты рад, что дедушкой будешь? Конечно. Я, конечно, в шоковом состоянии. И возраст у нее очень маленький. Ну, что теперь? Значит, будем рожать. Ну, рожать будет она или они ты. Будем мы. Но все же перед тем, как говорить маме, я решила точно убедиться в том, что я беременна. И мы с Максом пошли на УЗИ. Волнуетесь? Есть такое. Да, это так трогательно. Я так и волнуюсь. Вы тоже волнуетесь? Конечно. Так. А что у нее так уже полоска, видно, как будто уже живот такой, как будто она уже рожала. Вот он такой. Это он такой, да. Такой малюсенький. Папа, что вы скажете? Смотрите, видно сердце. Я вас торгил просто. Срок беременности примерно пять недель. Все чудесно, все соответствует размерам. После теста у меня еще не было полной уверенности, что я уже сто процентов стану мамой. И когда уже я на УЗИ увидела эту горошину, тогда уже осознание пришло. А вместе со сознанием пришел и страх. Нужно рассказать обо всем маме. Я боюсь рассказывать о беременности ей при встрече. Поэтому решила позвонить. Готов выслушивать лекции? Да, и что, конечно. Алло? Привет, мам. Привет. Как у вас дела? Ну, в общем, как сказать. Я беременна. В смысле? В каком мысли? В прямом. Вы что, совсем что, ребят? Савиня, тебе шестнадцать. Ну, если ты учишься, и что будете делать? Помало дела. Ну, рожать точно, но точно не аборт. Ну да, никаких абортов сто процентов. А что, как жизнь будет? Сто процентов. Как-нибудь выкарабкаемся. Я не знаю, живете в нем каким-то вообще не думайте ни о чем. Что они будут делать, я не знаю. Если она хочет жить с молодым человеком, пускай, тогда они живут, как уже своя семья. Я им предоставила жилье. А дальше сами. Домой я шла в подавленном состоянии. Меня очень пугает то, что после вопроса мамы, на что жить будете? Максим вопросительно посмотрел на меня. Я должна решать. Не знаю, чем он думает, потому что, что он может дать сейчас своему ребенку. Если он сам как бы то уходит на работу, то не ходит. У него он сам еще на ноги окончательно не встал. Мои опасения подтвердились прямо с утра. Макс с моей бывшей компашкой отметил новость о беременности. А теперь отсыпается, выключив звук телефона. Поэтому дядя Сергей, мой отчим, звонит мне. Алло. Привет. Здравствуйте. Где Макс? А он спит. Как спит? Я его тут уже час на объекте жду. Нам уже надо ехать просто срочно. Да ладно, он просто ничего не говорил, что он сегодня работает. Вообще красавчик. То он опаздывает, то он вообще не приезжает. Мне вообще такой работник нужен. Я лучше другого возьму. Успокойтесь просто. Я сейчас разбужу, попробую. Не знаю, как-нибудь с ним поговорю. Да, быстро надо срочно выезжать. Просто прям тормоши его, пинай там. Срочно, чтобы он выехал. Я поняла. Чего ты такая с пятки в нос? Вафледрон, вставай. Я смотрю, у вас это, классные будильники, если честно. На голову вылить пиво. Ты спишь? Ты чё? Я просто на это, прикинь так, вы утром просыпаетесь, да, у кого-то там бывает, доброе утро, солнышко, там типа, хорошего дня. Ты чё ты спишь, бля? В смысле, *** что ли? Ты, блядь. Тебя Сергей ждет на объезд, тебя уволят сейчас. Это очень активный будильник. Я беременна, я должна тебя переживать, ты там ходишь, бухаешь. А я дома сижу, ***. Вспахни ли я бы уже, я сказала, вставай. Я не пойду, не пойду. Я говорю, вставай. Я не пойду, не трогай тебя. Ты не будешь спать, Максим. Сейчас она успела с пятки. Буду. Не будешь. Буду. ***. Вставай. Давай. Ты подожди, я обрыгаю тебе весь палас. Тазик принеси мне. Бегу. Еще раз такая *** повторится, Максим. Сейчас сделаешь? Подушка уже, не подушка уже по лицу получишь. Сейчас сделаешь? М-м. Сделаю. Иди, сделаю. Тише нехуде соберусь. Иди. Вот это любовь. Мне страшно, на самом деле, что так дальше и продолжится. И до рождения ребенка, и после рождения ребенка. То, что он будет так относиться к своей работе. Потому что, судя по всему, человек, он такой, который не любит работать. Не понимаю, что она взялась так. Есть где жить, есть что есть. Что она на самом-то деле. Бедствуем, голодаем, я не пойму. На улице, что ли, живем. Мама, конечно же, все узнала от отчима. И на следующий день пришла поговорить, когда Макс на работе. А с Максом что? Что на работу не ходят? Ну, придет Макс, высказывай ему по поводу работы. Что мне все высказывают? А мне зачем это? Я, что ли, работу прогуливала? А в дальнейшем что будете делать? Как будете жить? Не знаю, как-нибудь. Вы вот вообще живете каким-то одним днем и не думаете ни о будущем. Погуляли, потусили. А потом, ой, мам, я не подумала. Я сначала делаю, а потом думаю. И Макс так же. Я не знаю, что с ним делать. Если вы не можете найти общий язык, то он вряд ли что в будущем изменится. А для тебя есть яркий пример. Да, наша ситуация с отцом. Когда он начал пить, руки свои распускать. Я тоже надеялась, что все изменится. Мы тоже очень сильно любили друг друга. И ты? И этот слот любви. Понимаешь? И что бы ни было бы, это никогда с ребенком я не оставлю. Понимаешь? Понимаешь? Я не знаю. Я все надеюсь, надеюсь. Ну, долго надеяться тоже нельзя. Если надеешься, то тогда постарайтесь какой-то общий язык найти. Идем. Плачу. Постарайся найти речи управления. Если любить друг друга. Потому что, если так дальше будет продолжаться, любовь превратится в ботовуху, и ты повторишь просто мою судьбу. Если нет никакого стремления в жизни, а одна цель просто напиться и поваляться дома, ничего хорошего в этой жизни не будет абсолютно. Вот та же цель. Я все время прокручиваю в голове наш разговор с мамой. Хочется верить, что Макс возьмется за ум и докажет, что мама ошибается. Но сегодняшнее утро снова началось со звонка отчима. Алло, ты где? Дома еще. Ты че, *** что ли? Один раз не вышел, то проспал, второй раз не вышел. Мне сколько это еще терпеть надо? Че ты молчишь? Да сейчас собираться буду. А сколько времени? Ты уже должен быть здесь. А ты собираешься. Да поздно очень хотелось. Слушай, короче, мне это все надоело. Я тебя увольняю. Мне такой работник не должен. Ну ладно. Всего хорошего. Ты что, на работу должен был сегодня идти? Да, ***, даже забыл. Он что-то вчера сказал. Ответственный чувак тоже, конечно. То уходим, то не уходим. Я в основном не понял. И все, уволил. И что теперь делать? Максим, просто стыдно за себя. Максим, просто стыдно за себя. Ну мало этих работ, что ли? В смысле мало этих работ? Да работа нет проблем. Если бы не я, то и эту работу ты не нашел бы. Я не верю твоим словам. Ну все, успокойся, тигры найду. Особенно. Работа меня не вкатывает вообще. Ну как, и... Ну не мое, не знаю. Не интересно, можно так сказать. Найти работу у Макса не получается. Мама каждый день стала приходить и капать мне на мозг, что, возможно, он не мой человек по жизни. Может, так стоит подумать, прежде чем еще там семью создавать вместе. Может быть, не стоит? Может быть, это не тот человек все-таки? Ну, я его люблю, собственно, не стоит. Ну, у нас и ребенок уже скоро будет. А зачем тебе второй ребенок? Это будет твой большой ребенок. С одной стороны, и как бы думаешь, что если сейчас так же и продолжится, а с одной стороны, думаешь, как ребенок будет без папы там. Ты лучше с таким папой, чем с таким, правильно? Тяжело. Я не понимаю, что мне делать дальше. Плачу каждый вечер. Макс в виде это решил кардинально все поменять в нашей жизни. Я тебе предлагаю приехать в Таганрог. О, как. Там работы побольше и зарплата получше. А жить, я с мамой разговаривал, она сказала, вроде бы как дом возьмем. На права пойду, вот еще есть машину возьмем. Будет полегче. Я-то за переехать. Потому что и родители тоже пили, я тоже хочется ехать от них. Понимаю. Вот мама будет против. У меня есть решение. И она тебе уже ничего запретить не сможет по этому поводу. Догадаешься, какое решение? Нет. Нет? Ну, ты выйдешь за меня замуж? Ты мне типа предложение делаешь? Не типа делайте предложение. Надо соглашаться. Согласна? Да, я согласна. Такой хороший вариант. А, это он сделал предложение даже... Конечно. Сейчас кольца дарить не модно. Что-то придумывать, на колено вставать. Какое-то романтическое. Просто выйдешь за меня, да, ну и хорошо. По кольцу. Обязательно. Конечно. Все будет. Выйдешь за меня, да. Люблю тебя. Я тебя люблю. Ну, когда мы с тобой уже поженимся, мама тебе будет не указ. Ну, да. Так что можем смело делать, что захотим. Я за то, чтобы переехать в Таганрог. Может, хоть там что-то да наладится. Конечно, совсем не о таком предложении руки и сердца я мечтала. Что, нормально вроде было. Очень романтично и оригинально. Скажу честно, не каждый так делает. Но я согласилась, потому что очень хочу уехать из Саранска. Я согласилась. Не потому что я его люблю, я хочу быть с ним, потому что я очень хочу уехать из Саранска. Это любовь. Сегодня мы с Максом расписались. Ой, блин. Сабина и Максим, я вас поздравляю. Я вижу, что вы любите друг друга, что вы готовы. Ну, прям идем. Я вам предлагаю пеняться кольцами. Руки дрожатся. Я вас объявляю мужем и женой. А у чувака одна и та же футболка, типа, он ее не меняет. А наши родители устроили нам небольшой праздник. Мама Максима тоже приехала, чтобы наконец-таки познакомиться лично. Как у вас все прошло? Мормально, расписались. Похвастайтесь. О, поздравляю. Кофициально. Спасибо. Молодцы. Ну что, как они здесь? Как они вообще ведут себя? Как живут? Вроде Макс такой шустренький может жару дать. О, конечно. Ну, прям шустряк. Бывает, иногда очень часто любят поспать. Есть такое дело. Макс, ты вот это давай, бери себя в руки и... И не спи. Как бы уже семья, ребенок. Надо как-то что-то думать. Ну и что там в плане работы сейчас? В Саранске нету работы. Я вот думаю, в Таганрог переедем с Абиной. Нет. Почему? Никакого Таганрога. Ей учиться надо. Ну там поступит, переведется. Найдем что-нибудь? Найдете. Знаю, как вы найдете. Так же, как в Саранске работу находите. Все работают, а у вас работы нету. Я пока с этим не согласна отпускать ее. Я ее никуда не отпущу. Когда моя мама вместо того, чтобы поздравлять нас со свадьбой, начала свою вот эту сцену, то, что я ее никуда не отпущу, мама Макса решила с ней поговорить. Очень рада была с тобой познакомиться. Воочию. Я тоже, да. У меня как бы насчет переезда ихнего. Я так понимаю, это ты им предложила, да? Нет, ну изначально Макс сказал, что мы хотим переехать, да. Я как бы поддержала их в этом плане. Ну как бы и юг тоже, сама понимаешь, природа. Беременная. Меня, конечно, эта новость маленечко прям ошарашила. С моей стороны помощь будет на все 100%. На все 110%. Права там, устроиться на работу, будет как-то двигаться. Дом купим, будут жить. Дом купите? Ну да. Все же таки природа, юг. Ну как бы и для ребеночка будет хорошо. Ну ладно. Только при условии, если ты будешь помогать. И дом купишь. Как мама, конечно, я понимаю, Альбина. Но какой дом, не уточняли. Ну что она переживает за дочь. Ну в то же время у нее двух маленьких детей. Такого внимания, которое надо дать Сабине, там, Максу, она не даст. Я рада, что мама и тете Лида понравились друг другу. Мама хоть и с сомнениями, но отпускает меня в Таганрог. Я надеялась, что переезд в Таганрог все изменит. Начнется взрослая семейная жизнь. Но Макс продолжает сидеть дома и хлистать пиво. Его не волнует даже то, что у меня начался токсикоз. Меня постоянно тошнит. А от запаха спиртного просто выворачивает. Но Максима это не смущает. Будет махач. Три, два, один. В смысле, что мне не нравится? У меня токсикоз, меня от пива дико, тошнит. Ты сидишь тут пиво пьешь. Что, воняет сильно? Воняет сильно. Ты что мне обещал, что мы переедем, у тебя будет хорошая работа. А в итоге ты лежишь, смотришь фильм и пьешь пиво. Нормально? А что тебя не устраивает? В смысле, что меня не устраивает? Мама платит за квартиру. Ну да, на самом деле. Мама, твоя всю жизнь нам за квартиру будет платить. Ну чувак тоже такой, видно, ответственный. Там платила, а-ля ее мама. Ну что, тут его мама платит. Ну что, мама платит за квартиру. Ты что? Выливай. Хорошая пара. Наталья сеньки выкинь. Сам выкинешь. Возьмешь сам и выбросишь. Да, что, Цевин, ты меня запарила, конечно. Пойду на улицу, подушу, сожжу воздуху. Подумаю на твоем поведении. Надышись, отдышись и можешь домой не приходить. Давай. Квартиру оплачивает мама Макса. Кормит нас тоже маму Макса. Тянет нас просто мама Макса. Видимо, Макс захотел поехать в Таганрог, чтобы сидеть на маминой шее. Давай, рассказывай, что там у нас произошло. Он опять пьет, пьет пиво, приходит домой с перегаром. Работу не ищет. На меня надеется все время. Надо, наверное, остановить это все дело, пускай немножко подумает. Мне просто тебя жалко, понимаешь, что ты сейчас в таком положении, еще этот токсикоз. Или еще от пива, прям от запаха пива вообще прям выворачивает. А он еще и пьет. Да. Я не знаю, может, думаю, может, у меня девочка будет, если мне так от пива было. Да, если от пива, это девочка. Если от водки, то это мальчик. Ну, а если коньяк, это двойня. Выворачивает. Ну, по поводу девочек есть история у нас в роду. То есть у меня родилась дочка. Дочка была больная. И у тебя, если родится, дочка будет больная. Вот так вот, с поколения в поколение. Парализованная. А что, из-за чего? У меня родилась дочка. Сказали, что держитесь, крепитесь, ребенок у вас будет больной. Все четыре конечности, то есть ручки, ножки были, полностью она была парализована. Еще вдобавок у нее не было зрения. Каринка прожила 10,5 лет. В тот день, когда Карина умерла, я утром зашла в спальню, подошла до нее. И она на меня посмотрела. Такое впечатление, что у нее зрение проявилось. Она меня как бы увидела. И все, и так посмотрела, сделала последний вдох, и все, и умерла. Мне очень жалко маму Макса, что с ней произошла такая ситуация. Ну, я не понимаю, зачем... Стоп, зачем она ей это сказала? Типа, что, если у тебя родится девочка, будет такая же? Чем она мне это рассказала? Чем она меня напугала? Потому что у меня скоро первый скрининг, где я буду покурить все эти плоди, ребенок. У меня теперь очень страшно. Из-за токсикоза я почти все время сижу дома. Мне уже сносит крышу, ведь я одна в четырех стенах. У меня подруг здесь нет, даже не с кем увидеться. А Макс стал постоянно уходить с выпивкой к старым друзьям. И я очень переживаю. Вдруг Максим время проводит не с ними, а нашел кого-то еще. А ты что там делаешь? Ну, что, ленту листой. Аватарку, смотри, поменял. Можно телефон твой? Зачем? Ну, там, смотрю, тебе комментарии пишет какая-то. Елена. Сыну подруга детства моя. Не-не-не, подожди, подожди. Дай телефон сюда. Что за привычка? Ну, дай посмотрю, что ты что-то скрываешь от меня или что? Не вырвай, говорю, дурная крышка Сабина. Какие шикарные отношения. Какая-то телка левая пишет, фоточка огонь. Почему я раньше о ней не слышала, а это Елене? И тут она у тебя появилась, друг. Откуда ни возьмись. Кидай ее в ЧС. С каких таких? В смысле, с каких таких? Ты что, блин, вафлидон? Я жду. Давай. Все, делаю. Давно в табло не получал, смотрю. Огнемение. Могут только по башке зарядить. Да, на самом деле я понимаю, почему она переживает и беспокоится, проверяет мой телефон. Потому что я уже обделался разочек. Не, ну если ты уже разочек обделался, советую сходить к врачу. Потому что в этом возрасте, если уже не держание, ну, что-то надо делать с этим всем. То, как бы это, да, наверное, воняло. Потерял доверие. Переписки это все равно уже предательство для меня измена. Максим несерьезно относится к ситуации. Работу особо не ищет. Она древностью подшучивает. Моя мама на мои жалобы реагирует, как обычно. Поэтому я поехала на разговор к тете Лиде. Привет. Привет. Хороший. Как у вас дела? Да, такой себе. Он сейчас будет вам на Макса жаловаться. Что случилось? Да, ему какая-то баба фотографии лайкает, комментирует, спрашивает, что за телок. Он только говорит, что это подруга с Москвы и не дает мне свой телефон. Угу. Вот. Также он опять бухает, не работает. Я не знаю вообще, что с ним делать. Вот эта проблема у вас с алкоголем. Он может его закодировать, если он сам с твоей руках не держит. Ну, кодировка, я считаю, это... Ну, это самое последнее. Сначала надо как-то с ним более пожуще. Я поговорю. Ну, надо ее по***ть, конечно. Да, ну, ты тоже как жена. Я с ним поговорю, наваляю ему звездюлей. Ну, хорошие разговоры, да? Держи его поближе на поводке к себе. На поводке держи его. Жалобы, конечно, достали меня. Просто я думаю, женщина должна немножко быть хитрой. Вот у нас говорит про женские хитрости, но он не у***ет, это не действует. Как-то воспринимает, типа, ой, да ладно, она не будет, наверное, ругаться на меня. Настало время первого скрининга. Я очень волнуюсь, потому что не могу забыть рассказ тети Лиды о трагедии с ее дочерью. Неужели патологии Полине Макса передадутся моему ребенку? Я ведь так хочу девочку, но теперь я страшно этого боюсь. Так, ну давайте посмотрим сердечко. Все четыре камеры на месте. Вот оно, видите, как бьется. Угу. Все с вашим малышом хорошо? Спасибо. Я очень счастлива и рада, что после первого скрининга никаких патологий у моего ребенка не обнаружено. Ну, ребята. Ну что? Что у вас там? Все, чики-пуки. Что доктор сказал? Патология там, что? Ну как, все нормально? Нет, все хорошо, патологий никаких нет, у ребенка развивается отлично. Ну, слава. Сабинка там перенервничала, шикать начинает, лежит ее колбасин. Да. Ну, слава богу, все нормально. Ну, слава богу. Благодаря маме. Камень ушел с сердца. Ну, я обрадовалась, конечно, очень этому, что все хорошо. Мы с Максимом впервые идем в детский магазин. Мне так нравятся все эти маленькие вещички, но и заодно хочется прицениться. Смотри, какой классненький. Да, прикольный. Цены видела? Цены видела. Ну, так может работать надо, чтобы на цены так не смотреть. Глянь, какой комплект классный вообще прям. Ух ты, сериал такой хороший. Давай возьмем. Ну, подожди, сейчас на карте глянь, сколько он денег остался. Давай возьмем. Так вообще, да, неплохой. Так, а мальчик, дева? Ну, не важно. Так это ж видно, что вроде на пацанаж. И мальчик у девочки подойдет цвет такой нейтральный. С бантиком там был, а-ля в виде смокинга. Девочки. Ну, да. Не, слушай, Савин, мне не хватает денег. У тебя, вот как всегда, у тебя вечно ни на что не хватает денег. Да, это пройдет, что не хватает. Да, у тебя ни на что не хватит тут денег. Он, видимо, понял, что можно лежать дома под телеком, пить пива, сгрессимки, продолжать жить на маминой шее, его все устраивает, и работу он искать, как, видимо, не собирается. 26 недель до родов Я поняла, что если сама не помогу Максу найти подходящую вакансию, то он не найдет ее до пенсии. Че опять делаешь? В телефоне лазим. Аж я лучше работу посмотрю. И что? Ко мне, бля. Ты вообще в какой сфере что вообще ты хочешь сам? В пивнухе нормальная зарплата, даже говорят. Кутить в пивнухе? Ну, я это тебе отрежу, и все. Я тебе находила вакансию мангальщик. 2500 смену, что тебе не нравится. Ну, далеко туда идти. Прям далеко. Полтора километра идти. Я сейчас еду в магазин. Я приеду с мамой, и чтобы ты уже договорился о собеседнике. Ну, сейчас позвоню. Ну, ладно. Пойдешь, позвоню, узнаю. Я ему не особо верю. Но, с одной стороны, может, и правда, может, еще есть надежда, что он все-таки изменится и справится. Пока мы с тетей Лидой ездили за продуктами, Макс позвонил и сказал, что обо всем договорился и идет на собеседование. Я решила его проверить. Алло, здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, вы ищете человека на мангальщика? Да, да. У нас открыта вакансия. А можете подсказать, Максим Хлобысин сегодня к вам подходил на собеседование по поводу этой вакансии? Нет, сегодня вообще никого не было. А может, он звонил вам, договаривался? Нет, никто не звонил, никто не пришли. Работу до сих пор я найти здесь не могу. Нет работы. Но так как Сабинка мне пилит мозги, я делаю вид, что типа иду там на собеседование. Но на самом деле там иду встретиться с друзьями, как и вку. Работы нет, ну пиво выпить, ну тут деньги есть. Года три назад тоже с девушкой жил, ну и тоже, не знаю, постоянно руганят за этих денег. Да, да, да. Есть такая... Нет, да, ты лучше без них жил. Доела, поругались, уехал. А я так уже не могу поругаться, уехать, у меня уже все. У меня еще ребенок принял, сейчас надо для этого купить, то купить. Не представляю просто. Ну Макс попал, в любом случае придется ему работать. Надо стабильность какая-то. Макс до позднего вечера не отвечал на звонки. Моя злость на него перешла в испуг. Я даже пошла в полицию, но заявление не принимают, если человека нет всего несколько часов. А когда вернулась, все стало понятно. Че с... В смысле? В кромысли. Я с другом просто встретился, мы с ним давно не видели. Несет? Несет, конкретно несет. Почему ты домой пьяным приходишь? Ты вообще вкуриваешь? Довожу, довожу. Ты вообще вкуриваешь своей головой. Алкоголизмом своим довожу у тебя, да? Ты ку**, что ли, скажи мне. Я тебе говорю, ничего, просто я встретил друга, мы заговорились, просто после работы, думаю, ну пошли там, недалеко от работы есть бар. Сходи у него, пивка бахнем, все. Все? Я тебе сказала еще один раз, такая ку** будет, я собираю вещи и уезжаю. А ты можешь, да, я знаю. Да, я могу. Для тебя вообще нет разницы, причем тут ты, ты была не беременна, я не работал, ку** забивал, а сейчас то, что я и беременная, ты так же ку** пинаешь, можно сказать, и в баре сидишь, бухаешь со своим другом. Ку**, мне нужен какой-то алкаш, бухарь. У меня детство такое было, спасибо, мне такого больше не надо. Иди, бухарь. А тебе прикольный, у тебя такой классный, плазма. Я сказала, выходи. Где? Подожди, да хоть обои, бухарь, ты меня выталкиваешь, слышишь? Ты бы с их помощью не можешь сходить. Бухарь. Давай, пока. Мы здесь больше не увидим. Я только начала доверять обратно Максу и опять его стороны предательства, то, что он мне врет. И уже, я не знаю, о каком даре может идти речь. Я выгнала Максима из квартиры и прощать его я не собираюсь. Не собираюсь. Но вы знаете, я его простила, потому что я его люблю. Через месяц. Что-то без Макса скучно как-то. После того, как я выставила Макса из дома, из квартиры я не выхожу. Ни с кем, да и незачем. И это сводит меня с ума. Но на очередные извинения Макса и его пустые обещания я больше не ведусь. Я ему не верю. А на днях позвонила мама Максима и пригласила меня в детский магазин на шопинг. С ней я отношения хочу сохранить. Поэтому я согласилась встретиться. Серенький прикольный. Давай, может, этот посмотрим еще. Как вы выбираете, типа, если у вас ограниченный бюджет, вы не знаете, какого пола ребенок? Ну, как-никак, там, типа, ну, наверное, какие-то предпочтения по полу должны быть. Может, платьичко возьмем? А может, мальчик? Ну, ничего, мальчик, платьички тоже хорошо. Проветриваться будет. Такие штучки. Как тебе? Ну, вот можно вот эти взять голубенькие. Ну, выбери еще что-нибудь. Вот, если вот нравится. Выбрала? Да. Также тетя Лидра сказала, что Макс доложил ей о нашей ссоре, и она уже устроила его на завод. Он там две недели там работает, пытается измениться и очень хочет со мной помириться. Ладно, прощу. Нам повезло, потому что она и за квартиру заплатит, и с деньгами поможет, и помирит нас. Ну, я думаю, у них все получится. Они помирятся, все будет хорошо. Послушав маму Максима, я решила все-таки поговорить с ним. Я осознал, типа, так поступать нельзя. Я все-таки отец ребенка. Поэтому сейчас буду делать все, чтобы мы помирились, она меня простила. Я не хочу вообще с тобой не разговаривать. Пойдем домой. Пойдем домой. Обсудим все. Все будет хорошо. Я тебе, я тебе честно с тобой говорю. Ты меня сейчас умаришь вообще конкретно? Подожди. Ну, это понятное дело. Я там с другом пообщался, мы сходили в бар. Да, я пришел домой вот такой вот. Нормально? Бывает. Что, что, бывает? Не бывает. Такого будешь не повторить с Эмином? Я его не прощу. Ладно. Что мы были с Максом в росте, был для меня каким-то адом. Я понимаю, что без Макса я жить... В общем-то, что и следовало доказать, да? Вообще не могу. Я все-таки смягчилась и решила не рубить плеча и дать ему самый последний шанс. Последний, последний. 22 недели на родов. После примирения у нас с Максом как будто начался медовый месяц. Он не пьет, не прогуливает работу. Отпросился только тогда, когда нам нужно идти на второй скрининг. Сегодня мы узнаем пол ребенка. Мы остались в доме. Что я могу сказать? Вот он ваш мальчик. Сейчас прям четко видно. Пацан. Пацан. У вас мальчик. Радуйтесь. Радуйтесь. А если была бы девочка? О, бля. Ну, тоже неплохо. Ну, девочка, конечно, радуйтесь. А если девочка? Дети, это всегда хорошо. Хотелось. Следующая девочка. Была за девочку, но самое главное, что малыш здоров и хорошо развивается. Всегда, пожалуйста. Максим сразу после скрининга получался на работу. А я решила порадовать маму, что у нее будет внук. Привет, как дела? Нормально, вот с УЗИ пришло. Ну, что вам сказали? Мальчик будет. Тихо, что ли? Привет, Аминь. Мальчик, мальчик, у тебя племянник будет. Ай, а вы знаете, как хорошо. А сколько у нас вещей для мальчика? Ну, уже выгодно, да? Вскоре Максим получил первые деньги. И я решила напомнить ему о кроватке, которую мы с его мамой присмотрели в магазине. Кроватка еще классная. Там она еще внизу так с комодиком идет. Водик открывается, да. С маятником. Сколько, ты говорила, стоит такая кроватка? Около 13 тысяч. Солидно. То есть без кроватки никак? Конечно. Мы будем с ребенком спать на полу. А в ряд так полезен для осанки? Я думаю, не обязательно. Боже, какой интересный парень, так, чтобы культурно выразиться, если честно. Так же можно и в коляске? Да. И вообще подгузники не нужны. Господи. Ты вообще что ли глупый? Либо с нами, либо в коляску. Да. Собей. Идти в нем. Вообще можно коляску не покупать. Можно тележку с магазина стырить. Там что-то внутрь положить мягенько и не хуже коляски. И за продуктами удобно ездить. Собинка, она вообще драматизер тот еще. Через что сразу там вулкан взрывается, все дела. Конечно, я ответила, что, типа, ты что вообще? Как будто он не понимает, что у нас будет ребенок, и он скоро станет отцом. Прямо чувствуется защита за ним, уверенность в завтрашнем дне. Макс совершенно не ведет себя как отец. А еще мне позвонили из больницы. Что-то не так с анализами. У меня низкий уровень железа в крови. Какое-то время нужно... Ничего страшного, на самом деле, у многих низкий уровень железа в крови. Я помню, у Снежки тоже был низкий уровень железа. Ну, не знаю, сколько низкий, но нам прописали пить какие-то капельки или что-то такое. Ну, это не что-то прям страшное. Будет провести в палате, а он продолжает шутить. Слушай, давай хоть отдохну у тебя. Прямо любовь. Прикинь, давай я хоть от тебя отдохну. Достала ты уже. Че это? Ну, ты не отдохнул. Это не дай бог я узнаю, что ты опять там загулял и работу пропустил. Не дай бог такое будет. Поверь, я начальник не узнаю. Не пускай, что не выпускаешь. Все нормально будет. Надеюсь. Так, в дорогу не ругаться. Я очень сильно переживаю. Как бы это может отразиться на здоровье малыша. На следующий день я прошла дополнительное обследование и тут же попросила Макса приехать. Расскажи, как дела. Сказали, что у меня укрученная шейка матки. Из-за этого могут быть преждевременные роды. Вообще, короче, страшная штука. Короче, метод в неделю тусить. А что с работой там идти? Да все нормально, работаю на заводе. 4-2 график. Поэтому навещать сейчас не получится. Так главное, не прогуливай. Да ну куда. Люблю тебя. Я тебя люблю. Ты пиши, главное. А ты отвечай. Ты что? Ладно. По нему видно, что он испугался, тоже переживал. Я в больнице нахожусь уже три дня. Сегодня мне поставили писарий. Устройство, которое снижает риск преждевременных родов. Я из-за этого сильно переживаю. Хочу поделиться этим с Максимом. Писарий. Мы только уже слушали просто с тебе и не ребенка, что такое писарий. Мне страшно, мне нужна поддержка. И до Макса я не дозваниваюсь. Поняла, что что-то творится неладное. Позвонила его начальнику. Алло. А он уже у нас неделю не работает? Здравствуйте. Я хотела поинтересоваться, у вас Максим Хлобыстин работает? Я жена его, не могу дозвониться до него. Да, Максим знаю. Но он у нас больше не работает. А как? Почему? Он один день пропустил, потом второй день пропустил. Мы его уволили. Ага. Я просто в... Не, ну Саласин в таком случае работы реально нету. В конкретном шоке. Очень разнервничался. Хотел как бы чуть-чуть забыться. Ну и накидался. Еще и на работу не пошел. В больнице я схожу с ума от ревности. Мне кажется, что Макс нашел другую. И бросит нас с будущим малышом. Может быть, там не только алкоголь, может быть, там еще и бабу есть. Может, у него опять пошли эти измены с его стороны. Тупо чувак спит постоянно. Тип бухает. Сегодня меня выписывают из больницы, но настроения никакого нет. Макс! Захожу домой. Где это сволочь? Его нету дома. Вначале котик мой сладкий, зайчик мой. Спустя время где-то сволочь, блядь. Макс, блядь. Сука, подлюка. Опять пиво. Он опять забухал. Его опять же все очередные обещания превратились в лошадь. Ты говно сом, блядь. Сейчас, бутылка в голову. Куда собираешься? Тебя так нужно, куда я собираюсь. Отвали. Дай сюда. Куда собираешься? Вот. На. Да, себе оставь. Себе оставь, пить будет. Ну все, ну успокойся. Хватит. В смысле успокойся? Тебя опять уволили с работы. Ты мне говоришь, успокойся с того, что ты опять бухаешь. Ты сам не бросишь пить. Тебе, может, закодироваться надо? Все, ну прекрати. Я тебе говорю, найду работу, перестану пить сабин. Никуда не уедешь от меня. Почему? В смысле, почему? Потому что я люблю тебя. Ты просто себя как видишь, ты понимаешь это? Мне нельзя нервничать. Не плакай, пожалуйста. Мне нельзя нервничать. Успокойся. Возьми колечко, не плакай. Не плачь. Не плакай и никакай. Прости. Ну ладно, прощу. Это уже последний, 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 последний раз. Это прям последний, последний. Точно последний, ты понимаешь, да? Что кредит доверия мой как бы последний, последний. Это последний шанс. Да, ну это сильно, конечно. Конечно, последний шанс, двадцать пятый. Тебя услышал. Ты услышал, да? При каждой нашей ссоре я почти всегда думаю, что я сейчас подам на развод. Но я не понимаю, каким он таким волшебным даром обладает, что ему так удается меня переубедить. Скорее всего, так любовь на меня влияет. Да, именно одна. Макс и правда старается загладить вину. Быстро нашел работу на автомойке. Но зарплата маленькая, 30 тысяч рублей в месяц. И как на нее жить с ребенком, мне непонятно. Делаем ставки, уволят ли его с автомойки. Если мама Максима перестанет платить за нашу квартиру. Привет. Привет, Кабин. Когда? Ничего, пойдет у тебя как? Да вроде получше. Кабина, а дом-то купили? Не, не купили. А где живете? Ну, на съемной квартире. А если у Максима работы не будет, то на улице пойдете, что ли? Не знаю. Ну, ладно, вон сейчас работу устроилась. Можете налазиться потихоньку. Сама знала, за кого выходила. Нормально все будет. С мамой рядом оказался Сергей. Начал опять учить меня жизни. Я понимаю, что ей и так сейчас уже достаточно тяжело. Что критикой сейчас делу не поможешь. И ей просто нужна поддержка. Вечером, когда Макс вернулся с работы, я начала разговор о нашем будущем в Таганроге. Мы приехали сюда. Ты говорил, да что? Ты найдешь хорошую работу с хорошей зарплатой. Балбол. Мы купим свой дом. А в итоге... Что ты начинаешь, Савин? Ну, успокойся. В смысле успокойся? Сколько раз такое было, что ты забухивал, загуливал и все, и кидал работу? Было пару раз. Сейчас нашел, нормально все. Если все хорошо, то возьми ипотеку, чтобы мне было спокойнее. Какая *** ипотека, Савин? Это какая переплата? Ты что? Боязно ее как-то брать. А ребенка тебе было не боязно заводить? Ну, давай завтра или на днях схожу. Узнаю насчет ипотеки. Я вообще на самом деле не понимаю, как я буду оплачивать эту ипотеку. Мне бы аренду квартиры оплатить. А потом мама помогает. Мама помогает. Уверена в завтрашнем дне. Сегодня на третий скрининг я иду одна. Пусть лучше Макс зарабатывает. Не хочу, чтобы он отпрашивался. Но если бы я знала, что я услышу от врача. Друг разная, две, две. Купарка два, две, ноль. Выбирается носиком. Видно, да? Носиком, два, цель. Подбирается малыш. У малыша двухкратное обвитие пуповины вокруг шеи. Мне страшно, ведь роды уже совсем скоро. Может размотаться такая штука. Что делаешь на работе? Да, работа, я говорю. Ну, тут быстрее не получится, потому что это *** полный. Мне сказали, что у него двухкратное обвитие. И это опасно на время родов. То, что там могут и кесарево делать, и, может быть, гипоксия у плода. Очень переживаю. Я не знаю, что делать. Мне очень страшно. И что у меня там одно, и как вообще быть? Слушай, ну, я не знаю. Чем я могу помочь? Ну, присутствовать на родах со мной. С тобой на родах? Да. Чего молчишь? Ты еще думать будешь? ***, ты нормальный? Нет, Максим. Когда мне Сабина предложила парные роды, я вообще ***, я пешил просто. У меня слов не было. Но Сабинка сразу психанула, сбросила трубку. Меня очень сильно задела его реакция. То, что он еще начал сомневаться в этом. И мне очень обидно. Я очень расстроена и зла на Макса. Но мне сейчас нельзя нервничать. Стараюсь отвлечь себя уборкой. А ты что это? Прижин золушки решил их лечить? И? Чего обиделась? Ну, хватит, тебе нельзя. Но успокойся, дай Веник. Я сам потом подмету. Присядь. Ну, что ты обижаешься? Я тоже испугался, мне страшно. Тебе страшно со мной в такой тяжелый период побыть? Может, маму попросим? Мне правда взять в Саранск уехать? Я пойду сейчас вещи собирать. Я поеду к маме в Саранск. Хочешь? Помочь пойти собрать? Пошли, поможешь собрать. Не надо. Я пошел, успокойся. Что успокойся? Не надо меня успокаивать. Сядь. Тебе нельзя сейчас нервничать, Сабин. А ты меня заставляешь нервничать. Как и не нервничать? Угомонись. Сядь. Я твой мужчина, я буду с тобой на родах. Я решил. Пойду вместе. Да. Точно? Да. Будем вместе. Я тебя всегда буду поддерживать. Не переживай. Будем вместе. Я теперь не так стою. О, Боже мой. Фух. Так я здесь. Давайте. А мы еще не начинали роды? О, блядь. Страшно думать о родах, потому что Макс будет со мной. Ребята, у Макса отошли воды. Он обосрался. Я так привыкла к беременности, что роды кажутся чем-то очень далеким. А сегодня уже у меня плановый осмотр и снятие Писария. Ну, Писарий сняли. Теперь, так как срок у нас 39 недель уже, я бы предложила лечь в роддом, потому что... Писарий. Ну, звучит как что-то от Писария, да? Как бы место в области Писария. А что там сняли? Напишите в комментариях, что там находилось. Затычка какая-то? Что это за Писарий? Это роды могут начаться в любом мире. Это что-то внутри, что-то вставляют? Сегодня я ложусь в больницу. Вернусь в больницу уже с Ромкой на руках. Переживаю, конечно. Мне страшно за нее. И боюсь, что я даже ничем не смогу помочь ей. Так тебе не надо роды принимать. Дни на сохранение очень похожи. Я много сплю и созваниваю с Максимом. Но сегодня утром я проснулась от сильной боли. Я поняла, что это настоящие схватки. Они никак у меня не прекращались. Я позвала врача, позвонила сразу Максу. Мне *** как стрёмно ехать на роды. Я думал, я не выйду просто на вот это смотреть. В итоге приехал Макс. В час меня перевели в родзал. Малыш чувствует себя хорошо? Потихонечку рожаем. Малыш, я, конечно, первый раз. За ней пережил очень сильно. Сами роды были очень сложные. Что с тобой? Очень трудно, что это вообще не будет. Ну давай, на бок сюда. Врачи говорили, что я не хотела никак сама рожать. Плохо тужилась, потому что у меня просто не было сил. Набрать полную грудь воздуха. Набираешь. И задержало дыхание, как будто ты ныряешь под воду. Малыш, щиночка. Врач говорит, если особо впечатлительный, то лучше выйди. Я говорю, да нет, я посижу. Да нет, я посижу тут за дверью. Я легко. Я вот тут посижу на крылечке. Я не впечатлительный. И тут через минуты две я понимаю, что я впечатлительный. И поехали сюда. Забин давай. Давай, давай, давай. Довница. Еще. Молодец. Отлично. Сошел эти крики и визги. Сам переживаю, нервничаю. Давай, давай, давай. Еще. Сами нахище. Еще. Потом уже слышу тишина. Такая пфф. У меня колбасит все. Три двести пса-два. Ну, мая. И слышу, начинаю тарать малой. И все, сразу залетаю туда, к нему сразу целовать его в пяточке. И вот, когда мне его положили на живот, так как будто сразу так все забывается. Не знаю, я там как будто просто даже не описать эти эмоции словами. На выписку к нам приехала тетя Лида. Хотя теперь ее можно назвать и бабушкой Лида. Баба Лида. Солнышко, золотое наше маленькое. Дождались Ромочка. Мне кажется, губы у Ромы Максима, носик Сабинкин. Ну, глазки еще не видно, конечно. Он спит все время. Жаль, что мои мама и папа живут далеко. И сегодня они не рядом со мной. С появлением малыша все в жизни изменилось. Мы учимся быть мамой и папой. Это очень непривычно и приятно. Я не знаю, но тебе сейчас тяжело будет, конечно, так как я работаю. Ну да, и мне как бы и швы еще болят, и поясница очень болит. Ну я стараться буду, конечно, помогать. Зашивали ее, типа. На магазин придется, наверное, с ним выйти, пройтись. Ну как я буду одна со всем этим подниматься, Максим, ты головой думаешь? Весь в папу. С одной стороны, конечно, обидненько, что все обязаны сейчас ложатся на меня. Но с другой стороны, уже наконец-то, что он взялся за голову и начал работать. Ой, как же я устала вообще. За эту неделю вообще не высыпаюсь. Ну все, давай тогда уже отдыхать будем. Укладывайся, я сейчас к тебе его положу. На, отдыхай. Пожешь дать мне мою пилюшку, любимую муку? На, подержи. Я уже безумно устала, потому что Макс вечно на работе. Но только я прикладываю голову, начинаю засыпать. Вдруг просыпается Рома. Максим. Маш, покачаешь Ромку? Я так устала, пожалуйста. Сабин, давай сама сегодня на работу, утром рано встал. Меня это очень сильно обидело и взбесило. Но работа тоже сейчас важна и деваться как бы некуда. Да. Усталость дает о себе знать. Кроватка. Кроватка закрываются на ходу. Макса дома днем не бывает. Поэтому прошу помогать его маму. Что хочу с тобой поговорить. Как бы на следующий месяц я уже не смогу вам помочь оплатить квартиру. А в том месяце тоже вы оплачивали? Да. Мне Макс не говорил, что вы в том месяце. Я думала, он оплачивал в том месяце сам. Ну, у него там не получилось. Ну, я предупредила уже, что ему говорила, что в следующем месяце я уже не смогу. Будем что-то думать. Надеюсь, заработает. Не знаю. Ну, я думаю, заработает. Какая нахрен ипотека. Ну, как бы Максиму надо уже шевелиться. Я очень устала. Опять, это какая-то очередная подстава. Ну, это же твой сын. И у меня все меньше желания жить в Таганроге. Короче, я чувствую, что они перейдут к маме жить. Ее. Алло. Алло, привет, мам. Привет. Как дела? Да, такое себе у вас как. Квартира сейчас сдается. Да, Макс, я на работе постоянно с ребенком одна не справляюсь. Ну, поезжай ко мне. Может, вы приедете? Ну, я приеду вместе с детьми, если только. Ну, хорошо. Я по ним тоже соскучилась. На сердце очень переживает и болит, когда твой ребенок очень далеко. И ты не можешь быть в самые важные моменты рядом с ней. Я очень хочу серьезно поговорить с Максом о том, почему за квартиру снова платит его мама, и почему он до сих пор не решил вопрос ипотеки на дом. Но понимаю, что другая проблема для меня гораздо важнее. Я который день не могу связаться с отцом. Я не знаю, я ему звоню, он уже несколько дней не отвечает, уже переживает, потому что он же говорил, у него там какие-то проблемы со здоровьем. Я ему звоню, звоню, он не отвечает. Дай телефон еще раз попробую набрать. Еще. Я переживаю за папу, потому что он может, опять же, забухать, уйти в загул. Либо же у него проблемы со здоровьем. Сегодня приехала моя мама. Она еще приехала внука увидеть. Когда я ее увидела, я поняла, как сильно по ней скучаю. И что все наши обиды в прошлом – это полная ерунда. Мы заходим к ней в квартиру, вижу ее глаза, понимаю, насколько я соскучилась. Очень. Робик, ты мой маленький. Счастье. Привет! Маленький ангелочек. Смотри, кто там. Чего, вы как? Нормально. Нормально. Ты переволновался что-то? Я, да, проникся этим моментом, когда увидел, как Сабинка отреагировала на приезд мамы. И мне самому приятно стало. Они долго не виделись. Мне кажется, у меня Владик в два раза больше был. Кажется, было из МИИ. Да? Ну, лучше. Да, да. Ты что, меня учишь? Я троих вырастила. Да? Ромик? Тебе не знаю. Ты у меня будешь маленький гномик. Владик, кто там? Кто там? А? Кто там? Мне нужно поговорить с мамой наедине. Поэтому мы отправили Макса с детьми в магазин. Так он вам говорит? Домой вернусь. Я проехалась. Мне больно. Мне очень нравится. Мне это как Макс уехал, говорил, что хорошие работы тут. Мама говорила, и дом будет, и права будут, и ни хуй подобного. Я вообще жалею, что сюда приехала. Надо как-то... Ну, это дома. ...уговаривать. А что, он не хочет в Саранскую возвращаться? Он не хочет. Ну, давай, может, мы вместе с ним поговорим. Вот, я думаю, вместе стоит попробовать. Может, ничего скажешь. Может, там, может, ты как-то на него сможешь повлиять. Снова ровная! Снова ровная! Снова ровная! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, тридцать, два! Хорош! Работаешь, свои движения, да? В описании под видео, посылание на канал Велда. Мне еще чуть-чуть совсем осталось. Шесть минуток. Это самый необычный выпуск в конце. Я представляю комментарий ваш. Да, у Ченда сегодня день рождения. Тридцать два. Как видите, я работаю. Ладно, продолжаем. Что-то у меня тут кнопки все понажимались, пока они залетали. Ну, вот такой вот тураж. На самом деле, очень сильно обеспокоена тем, что они могут вообще оказаться на улице. И вообще, как дальше жить они будут, она не знает. На следующий день город... Что произошло? Ага, вспомнил. Она хочет вернуться домой. Накрыл ливень. Мы кое-как добрались до кафе. Всем спасибо за поздравление. Ченда 32 сегодня. Момент выпуска. Я хочу всем рассказать о своем решении. Я вообще приняла такое решение, что я хочу вернуться в Саранск. Потому что мне это вообще не нравится. Ты с мамой хочешь обратно уехать? Я хочу с тобой и с ребенком уехать в Саранск. Максим, ну ты сам подумай. У нас там есть свое жилье, своя квартира на вашем распоряжении. С работой тебе Сергей поможет. Ну, ты же работал с ним, работал. Тут даже если ты будешь зарабатывать 30-40 тысяч, у нас будет только 20 тысяч уходить на квартиру. Нет, я все-таки подумаю. Прям так я... Нет, ты подумай, серьезно. Очень много плюсов. Мы рядом. Я буду помогать с ребенком. Там она продолжит дальше учиться. Ладно, поехали. Согласен. Тут подключилась тяжелая артиллерия. Это мама Сабины. Моя мама начала подакивать, я вообще не понял. И тут уже деваться некуда. Ломанули меня. Но есть еще одна проблема, которая продолжает меня мучить. Работа? Я вообще переживаю сейчас за папу, потому что он обещал приехать на выписку, но я до него уже не могу дозвониться несколько дней. И я думаю съездить к нему в Москву. И внука заодно ему показать. А отца по-любому надо проведать, потому что мало ли какая ситуация, чего там с ним. Принимайте уже решение сто процентов. С Москвы сразу едьте в Саранск. Как бы так, я думаю. Ну да, я тоже так думаю. Идея такая не очень обдуманная. Но если уж, ну-ка, пошло дело, и если она не передумает, то я могу ей помочь. Видите, ты говоришь, что блин, батя умер. Они приезжают, а... Я не думаю, может, просто на связь не выходила. Так мы все вместе приехали в Москву и отправились к дому отца. Однако трубку он снова не берет. Я, короче, это... Двери не достичал, все, обхода дома нету. И где он может быть? Буквайд опять где-нибудь. Возможно. Может, на работе. Надо съездить до работы, не знаю. Куда мы сейчас с вещами, с коляской все поедем? Давай я сам съездю, я сейчас такси вызову. Тут, в принципе, недалеко. Ну давай, позвонишь. Ладно. Пет, Сабин. Может быть, давай я пока где-нибудь в сторонке оставлю. И как Макс будет подъезжать, я пойду погуляю где-нибудь, потому что мне как-то эта встреча не очень приятна. Мне очень печально, что, конечно, у мамы с папой такие отношения, что они так друг друга ненавидят. Нашли батю, да? Стало совсем темно. Мы очень долго ждали. И я уже собралась было звонить Максу. Макс такой, а он идет, все, живой. Вот тут недалеко, вот это, 150 километров от дома. Какие люди. Нашлись. Загравляю, дочь. Привет. Козетка моя. Это спит, что ли? Ага. Озарник. Я уж не буду его трогать, пускай спит. Чего, как дела? Чего, пойдет? Уж обниматься, что ли, будешь? Ага, да что ли, ты что, как похудел-то вообще? Ну, а что, работа такая. Я скелет. Так похудел, он так постарел. Увидев его, у меня ушла вот эта злость, а осталась одна жалость какая-то. Так, что тебе, подарки себе будут дарить? Готово? Да. О-ля-ля. Как это? А-а-а. Кольцо? Ох ты. Кольцо. Оказывается, Макса с папой долго не было, потому что папа покупал нам подарки. Я хотел, когда поехать в Таганрог на выписку, я потерял телефон. Пока это все устанавливал, прошло какое-то время. И тут я возвращаюсь с работы и вижу Максима. И я очень удивился. Очень рад. Все, не расстраивайся. Слышишь меня? Она просто сама себе места не находила. В Москву ломанулись. Видишь, всем пришлось сюда ехать. Я за это извиняюсь. И прошу вас прощения. Ну, простите, пожалуйста. Нормальная встреча родителей, без драк и криков, для меня сюрприз. Папа до сих пор, маму, мне кажется, любит. И поэтому не может ни с кем сейчас отношения свои наладить. Ну что, пойдемте, уже замерзли. Наверное, все и мелкие тоже, наверное, замерзли. Пойдемте, пойдемте в дом. Пошлите. Ромик, он такой маленький, клубочек. Такой беззащитный. Такой красивый. Он сблизил всех нас, наши отношения. И все у нас будет хорошо. Потому что новая жизнь, ребенок, он творит чудеса. Да. Помирил всю нашу семью. Я ни капли не пожалела о решении оставить ребенка. А девочкам, которые оказались в такой ситуации, как я, я посоветую не бояться. Не бояться. И тоже рожать. Конечно. А таких, особенно таких парней, таких прям вот. Главное, чтобы с вами рядом были любящие люди. Да, вот. Ну, желаю, конечно, вам, бубочки мои, чтобы все-таки были надежные у вас мужчинки. Вот. Вот такой вот выпуск «Беременна в 16». И, как видите, несмотря ни на что, даже в свой день рождения я с вами. Поэтому буду очень благодарен за лайк, за подписку. Всем спасибо за поздравления. И увидимся в новых выпусках. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok